Дай мне поснимать настоящий блогер, а не ты. Всем привет, дорогие друзья. Мы на стенде от РОПА СНАЙФ и с нами Константин Сашин. Привет. Привет, Даня. Как у тебя дела? Хорошо. Что нового привез? Ничего. Пока. До свидания. Рассказывай, что нового? Так. Что это? Ну это, как же мужчина, кроме баб, думает о чем? О Риме, да, помнишь? Фаллические символы. Да, да, да. Я замучил Алексея Николаевича Ваульна и говорю, нужен нам вон там стоит. Нужен нам фрикшен. Видите, кстати, майки римские специально. Нужно нам какой-то римский фрикшен. И он мне выкатил. Он говорит, я буду рисовать его неделю, но я его замучил так, что он за час, наверное, нарисовал. Я пока с собакой гулял. О, а что это тут на ружье? Кожа, да. Мы его обмотали, просто сделали из латунья, она тункая. Лёг говорит, не хватает кожаной оплетки. Я съездил тут к кожнику, мы обмотали кожей и сделали еще. Я хотел, чтобы они вот так оставлялись, но здесь никак. И поэтому фрикшен будет вот так. Вот это вы мастера придумать. Я подумал, что это прекрасный фрикшен римский. Круто, такого еще и не было, чтобы это делать. Но мы не стали останавливаться. Я думаю, что-то надо сделать складное. Я пердоле, бобря, курва. Да-да-да, курва, курва, бобря. Ёперный театр. Я позвонил Эмерсону. Это же Эмерсон, знаешь, или нет? Ну, вообще считается как бы да, но мне кажется, тут надо было звонить Мелите. Мелите. Да. Извините, Мелита, простите, что мы вам не позвонили. Мы звонили только Эмерсону. Нож-мангуст, знаешь, у них вот характерный вот этот выступ и вот этот. Нож-мангуст. Вот, мангусту надо было позвонить. Только это не мангуст, а это гладиус-мангуст. Да-да-да. Мангуст, который может только гладить. Слушай, ну, а прикольно? Да. Фишка в том, что вот если бы его больше сделан, то у тебя бы уже слишком был маленький клинок и слишком большая рука. Ну, вот так вот он такой мелкий получился. Потому что как американский кастом без сухаря, да? Да-да-да-да. Хотя тут один с вами поспорил, что он продавит все-таки сухарь на Бульдоги Лайт. И он его продавил там за месяц, что ли, он его мучил туда, даем, даем. Ну, ты же анекдот помнишь про стеклянный этот, причиндал? Нет, расскажи. Ну, когда, типа, дай дураку стеклянный хрен, он его разобьет. Что еще ты интересненького привез? Так, ну, я не помню, мы уже с тобой давно виделись, наверное. Ну, Counterpoint, мы с тобой уже и видели. А, смотрели мы с тобой Counterpoint. А, с Димой Золотой Сечения вспомнили молодость. Я думаю, как крова, я смотрю там... Он ко мне приходит, приходит гравировку. Я не вернусь на зону, да? Да-да, мы... И я говорю, Дим, сделай мне ручки. А я говорю, клюнки сделаю в конвексе. Мне нужен был нож на природу. И он мне сделал вот такой несколько штук, 8. Полгода мы занимались этим проектом. Самый долгий проект, самый сложный. Потому что надо было съездить в Ворсму и сделать рукоятку. Силен, а у тебя были, по-моему, кость дюплексы. Покажи что-нибудь в дюплексе. Простите. Так, да. Возьми номер. Это дюплекс? Они же могут быть и выше, и ниже, правильно? Ну, когда два разных гринда, называется дюплекс. Я понял, но я имею в виду, что эта часть тоже может быть высокой, а эта... Дюплекс грайнд. Ну, да-да-да. Дюплекс грайнд. Есть замечательная комедия «Дюплекс», шикарная, с Беном Стиллером. Да. Там бабушка была такая. Вот она делала. Симпатично. Ну, я бы не сказал, что очень практично. Не, вообще не практично, но красиво. Да. То есть это... Как помнишь этот ролик? Ну, не по вкусу вкусно. Ну, вкусно. Как боярышни. Да, я бы наоборот так сделал. Сначала такой сделал. Я бы здесь высокую сделал, а здесь бы низкую. Тогда бы можно... Костя, я у тебя где-то в сети видел, какой-то был у тебя, по-моему, дюплексный, симпатичный, вот такой вот брусочек титановый. Титановый? Вот просто у тебя есть вот такие квадратные ножи просто на фрейме. Просто плоский квадрат. А! И был такой у тебя дюплекс. Есть они вон там на стоянке. Пойдем, пойдем пробиваться. Пойдем пробьемся. Сейчас мы посмотрим. Декадент, декадент. Лёшка, есть у тебя декадент? Да, вон они лежат, два. Дай, пожалуйста, с дюплексными спусками декадентик. А, не просто для видео с ними. Для... О-о-о, пойдем обратно. Пойдем. Тут, 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 здесь. Топ. Я не знаю, не слышу. Как это называется, Костя? Декадент. Декадент. Есть декантор, а есть декадент. Да, ну это просто я горько перечитал. Революция, декадентство. Ну и он идет клево. И Винайф. Ты только что сказал про революцию и заиграла песня этих итальянских партизан. Да-да-да. Ла-чао. Да-да-да. Дюплекс приятный. Вот на таком маленьком оправданное. Да, расскажи, что у вас нет. Там плохой стенд. Давай сюда. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя ближайшие планы? Я хочу, только тебе скажу. Кстати, никому не говорят. Мы фигачим все-таки фронтал. Все-таки надо делать, ну именно по баллисонам идти в эту сторону. А то я немножко застрял, так сказать, в склады к ножах. Ты вильнул в сторону обычных замков. Да-да-да. Я бы что-то как-то туда наступил. И уже боюсь зариснуть, может быть, как Рома All Knife. Я немножко думаю, что вот они застопрились на кухне. Немножко остановились тут. И может быть им дальше надо двигать. Это просто мое пожелание. Ребята. У них были разработки в сторону складных, но они как-то это оставили. А у меня были разработки в сторону фронтальных ножей и всяких таких хулиганских бабочек. И я их оставил. И надо, думаю, вернуться. Все никак. И вот стараюсь, думаю, может быть, к Новому году будет проект фронтальных ножей. А с этим мы немножко будем меньше. Тебе нужно сделать суббренд. EDC Hooligan. Да, можно. Только если директором суббренда будет Данила Мариевич. Я не очень хулиган. Тебе кто-то нужен из ультрасов бывших, знаешь? Русультрас? Ультрасы, да. Я понял. Не, можно всяких этих еще. Испаньолу. Да, я не буду называть бренды, которые... Не, Испаньолу, Испаньолу надо. Да, но которые мы занимаем с друзьями ультрасов. Что еще у тебя? Было что-то интересное? Какие у тебя коллабы, может быть, в процессе? Ну, с Никитой Севером он сделал опять ручки такие литые. То есть мы сделаем с ним мерзавчики. Давно прошу его сделать какой-то латунный ножик. Я, кстати, считаю, что, наверное, самый удобный ножик. И вот этот мерзавчик, он с вот такими теперь ручками. И я вот на рыбалку брал и думаю, офигеть. Знаешь, что надо сделать? Вот это два маленького такого кармана. А, коллабы есть. Я тебе покажу. Ну-ка. Братский шмон. Да. Коллабы есть. Так, это кастет от кого-то непонятно. Законная подогнаем. Кнак. Кнак. Я думаю, напишут тебе люди, что узнает руку мастера. Руку мастера кто гравировал? Да, это всечка. Здесь серебро, золото. А, ну это этот, как он, ба-ба-ба-ба. Поверим. Синицкий. Да. Это он. Привет тебе. Вот куда пошли его зубы. Да. Прикольно. Я хочу сделать маленький принц. Маленький балисонг. Ручки без дырок. И здесь будет маленький принц улетать на шаре. С золотыми ручками, мне кажется, с Хэнком и с такой вот лаборацией. Бомба. Знаешь, что будет очень популярно? Что ж? Знаешь, бывают балисонги, у которых с двух сторон как бы... Ну не балисонг, а вот помнишь, как у Саро был перекидной такой вот как бы оборотень нож назывался. У него с одной стороны клинок, с другой стороны пила. Помнишь был? А, ну да, да, да. С Корлевский. Да, да, да. А теперь представь, вот такого размера, только с одной стороны открывашка, а с другой стороны штопор. Я делал, у меня же были такие, то есть когда сделали вот этот балисонг перекидной, не помню какая компания, я нашел фотки, мы делали такой, только у меня был здесь вот как бы... Там полный где-нибудь внизу? Болный клинок, а здесь пирпоинт, ну старый там я делал. А это всякие интересные темы, но я не знаю. Штопор и открывалка. Это в тебе говорят сиборитские ноты. Нет, я просто знаю, что сейчас в моде. Кефор, только китановый. Вообще просто. Еще и он с фиксацией. Вообще бомба. Почти получилось одной рукой. Ну что ж, супер. Спасибо тебе большое. Дань, спасибо тебе. Спасибо тебе тоже за твои проекты. Всегда их обсуждаем. Вот, например, с человеком. Тоже всегда обсуждаем. Все, давай. Давай.